Друзья, всем привет! Сегодня у нас уникальный с вами продукт и приходится его снимать вот таких полевых условиях. И это не какой-то там Hyundai, это новый и самый дорогой рейндж-ровер. Поехали с ним знакомиться! Снимать приходится в полевых условиях, потому что это уникальный автомобиль, это рейндж-ровер в комплектации SV Autobiography Long. И такие автомобили производятся по индивидуальному заказу и только в единичных экземплярах. Вот мы сейчас находимся на парковке официального дилера. Как видите, здесь самые разные рейндж-роверы, но вот именно такой он один, он приехал под заказ. Я извиняюсь, возможно ветер будет, но увы, просто такая погода, этот автомобиль скоро заберет клиент, и мне хочется вас с ним познакомить. Во-первых, мы видим немного иной экстерьер. Это надпись рейндж-ровер, она выполнена с такой специальной гравировкой и выделена хромированными элементами. Другая решетка радиатора, тоже давайте на нее посмотрим. Вот, допустим, обычный рейндж-ровер. Обычный рейндж-ровер звучит, это конечно. А вот решетка SV Autobiography. У него другие элементы отделки, тоже вот такие хромированные вставки. Ну, на мой взгляд, это, конечно, на любителя, потому что я бы лично их бы задул бы в каком бы черный цвет, но на все найдет свой покупатель. На жабрах мы видим сбоку, снизу L. Это значит, что это лонг-версия. У автомобиля 22 колеса. Сюда уже установили как аксессуар, они не идут с завода электропороги. Сами жабры тоже отделаны, имеют такой хромированный кантик. Как вам оцените? На самом деле автомобиль очень строг, он классический и внешность его она подкупает. Он не выглядит каким-то пацанячим, он не выглядит страшным крокодилом. Он выглядит достойно. Краска металлик, черный, классика. Сзади мы видим хромированные вставки под выхлопные трубы. В сравнении со старым рейндж-ровером, либо просто обычной версией, выглядит однозначно интересней и задняя часть хоть как-то подчеркнута. Вся фишка и роскошь. Вот в этом бейджике СВ автобиографии тоже видим рейндж-ровер. Такая же отделка как и в передней части. Вот такой ключ, вы видите тоже логотип СВ. Ну а в передней части в принципе все стандартно. Алюминиевая отделка, два ключа, есть брелок вебасты. Рейндж-ровер тоже не изменяет себе, вебаста идет уже в стандарте. Ну и все современные функции. То есть подходим, здесь снизу ногой проводим и багажник у вас открывается. Автомобиль без предпродажки, поэтому еще он не может открыть багажник. Придется нам поработать руками. Здесь тоже видим алюминиевая отделка, вот эта часть. Все это когда сделают перед продажку будет работать в полной мере. Нижняя створка держит у нас 200 кг. Смело можно присесть и все в коже. Кожаная полочка, посмотрите. Кожаная отделка вот здесь. Можно складывать задние сидения, но сидения просто космос, вы их еще увидите. Видим здесь различные аксессуары. Тоже во время предпродажки все это сделают. Это удобные комфортные подголовники под атаманку, беспроводные наушники. Они вот здесь идут в комплекте. Вот там виднеется часть холодильника и в комплекте идет вот такая коробка. Здесь мы видим написано св автобиографии. Здесь два фужера, полотенчик, св автобиографии. Красиво. Одна коробка, наверное, 1000 евро стоит. Есть розетка 220. Колеса 22. Под полом скрывается полноценное запасное колесо. И вот так мы на кнопочку нажимаем и багажник удачно закрывается. Под капотом здесь V-образная восьмерка. Знакомый уже двигатель. 5 литров, 565 лошадей. Данный автомобиль он разгоняет примерно за 5,5 секунд до 100. Двигатель форсирован, то есть он более мощный, чем стандартная версия. Потому что стандартная версия имеет 525 лошадей. Лазерные, полностью светодиодные фары с лазерной вставкой. Лазерная вставка скрывается у нас вот здесь. Тоже красиво. Оцените, пожалуйста, экстерьер этого автомобиля, как он вам нравится или нет. Колеса бывают, диски бывают другого дизайна. Ну вот, видимо, владелец выбрал именно такой. В салоне у нас роскошь. Электропорог. Прошу прощения, что автомобиль грязный. Повторюсь, его еще не готовили. Экстренно снимаю специально для вас. Значит, топовые сидения с такой красивой коричневой кожей, с такой ромбовидной прострочкой. И эта прострочка, она тоже уникальна. Уникальна она тем, что данное сидение делает дизайнерское ателье, полтрона фрау. Это итальянский, но могу где-то ошибаться немного в названиях. Это итальянская компания, которая делает кресла, диваны и в том числе вот для лакшери. Дорогих автомобилей они делают сидением. Все в коже, то есть все кожа. Эта кожа, это дерево, алюминий, то есть только благородные материалы. Потолок все тоже у нас выполнено в коже. Надеюсь, вам это видно. Здесь мы видим алюминиевой накладкой. Вот эта часть во время предпродажки отклеют ее. Там тоже написано СВ автобиографии. Все это подсвечивается. Посмотрите даже на педали. Даже педали они выполнены в таком, с такой хромированной отделкой. В стандарте такого нет. Алюминиевые подрулевые лепестки. Так, запустим двигатель. Запуск происходит с нажатием вот этой кнопки. Вокруг нее мы тоже видим рифленое обрамление. 5 литров. Уникальное еще то, что графическое оформление панели приборов, оно тоже иное. И мы видим здесь рейндж-ровер двухцветный. Потому что именно СВ автобиографии, именно этот автомобиль может быть двухцветным. То есть какой автомобиль сразу же вам приходит на ум, когда мы видим, что например верхняя часть одного цвета, а нижняя часть другого? Пишите в комментариях. Ну и прежде чем мы продолжим знакомиться с этим автомобилем, многие наверное зададутся вопросом. Дима, сколько такая роскошь стоит денег? Ну и мы с вами по традиции обратимся ко автору. Заходим. Я уже поставил фильтр, что это рейндж-ровер, что это минимум от 530 лошадей. Видите, от 2018 года от 530 лошадей. И таких автомобилей у нас, ребята, всего два. Всего два. И уникален он еще тем, что не каждый дилер может его продавать. А только дилер, который имеет индекс СВ. А таких дилеров немного. Точно не скажу, но я сегодня нахожусь у дилера, который эти автомобили может продавать. И если мы посмотрим, показать два предложения, мы видим конкретно этот автомобиль. Ссылочка будет в описании, вы сможете с ним познакомиться. И ценник 15680. И это еще не максимум. То есть автомобиль, видим, да? Пороги еще не установлены. А нет, пороги уже установили. Значит, это с электропорогами, но все равно это еще не топ. Это не максимум. Потому что этот автомобиль очень богат. Он очень роскошен. Но его можно сделать еще дороже. Сделать уникальную расцветку. Сделать двухцветную расцветку. В общем, тут есть где и разгуляться. Ознакомиться с этим автомобилем вы сможете по ссылке в описании. Поэтому рекомендую посмотреть, потому что это круто. Мы видим в верхней части отделка алюминием. Две кнопки управления бардачком и перчаточным ящиком. Они тоже с таким рифленым обрамлением. Здесь все красиво. Два сенсорных дисплея. Кто смотрел ранее обзор Range Rover, либо других автомобилей уже знает, как все это работает. Вы можете управлять пальцем. С каждой прошивкой они допиливают этот экран. Он работает все быстрее. Проблем с ним, в принципе, с ним сейчас никаких нет. Нижний экран, который отвечает за дополнительные функции, тоже все красивенько. И также, видите, колодцы управления климат-контролем. Они тоже с такой рифленой отделкой выглядит это очень богато. Мы видим шайбу управления коробкой передач. У нее тоже иная отделка. Мы видим здесь везде логотипы SV Autobiography. Шайба управления системой Terrain Response, то есть оффроуд режимами. Тоже с такой отделкой. Красиво. Ну, здесь по привычке дополнительный бардачок. Можно что-то спрятать. На самом деле, англичане даже заморочились на вот этих рычажках управления углом подлокотника, потому что они тоже... Так, фокусируйся. Так как они тоже, как видите, имеют такую уникальную отделку алюминия. Здесь стандартно бардачок. Заглушки 12-вольтовых розеток тоже из алюминия. Там холодильник. Все красиво подсвечивается. Топовая стереосистема. 1700 ватт. Поэтому даже в подголовниках мы видим динамики. Комфортные подголовники. Можно вот так, чтобы ваша голова удобнее там разместилась. Bajig SV на центральной стойке. И максимум-максимум электрорегулировок сидений. Повторюсь, это топовые сидения, которые бывают у данного автомобиля. Максимум. Но самое интересное, когда вы попадаете на второй ряд сидений. Во-первых, у лонг-версии бывает шторка. Она видна вам. Вы видите тоже регулировки сидений. Здесь есть атаманка. Все просто. Я беру. И вот так. Начинаю ее активировать вверх. Сидения ломаются. Сидения имеют массаж. И топовый массаж. Максимальный. Тут же здесь, видите, какая подушка кожаная. Все вот. Просто все вот эти элементы. Потолок. Плохо видно. Но все это в коже. А еще знаете, что интересно? Вы можете всегда... Вы же король. Полностью управление. Все с задней части. Вот сюда нажимаем. И, пожалуйста, потолок у вас открывается больше простора. Вот здесь алюминиевый крючок. Он тоже имеет рифленую окантовку. Сюда вы можете повесить вашу куртку, пиджак. И у нас вот такая борода. Назову ее так. Посередине. Здесь вы можете управлять климат-контролем. Здесь вы можете его так нажать. Все это красиво открывается. Туда что-то спрятать. Подключить HDMI, приставочку какую-нибудь. Тоже 12-ти вольтовая розетка. Дальше. Вот здесь у нас скрывается холодильник. Управление тоже вот этими кнопками. Смотрите, я нажимаю. Смотрим. Там подсветочка. Красиво. Вон там он охлаждает ваш перьерчик. Либо шампанское. Оно туда поместится. И даже здесь все тоже в коже. Динамики в потолке. Плохо, к сожалению, видно. Но они там есть. Здесь вы тоже можете управлять мультимедиа. Все быстро работает. Здесь вы можете управлять навигацией. Можем увидеть, да, мы у официального дилера находимся. И здесь вы можете управлять вашими сидениями. Идем дальше. Все это здорово. Здесь вот так есть также пультик управления мультимедиа, если вы не хотите дотрагиваться. Подстаканники дотрагиваются до экранов. Здесь мы можем вот эту часть вот так поднять и нажать вот сюда. Так, минутку. Нажать вот сюда. Мы нажимаем и происходят чудеса. Извиняюсь, приходит сообщение. Та-дам. Эта штука выдвигается. Вот так мы нажимаем. И все. Вы можете ехать, работать с планшетом, ноутбуком. Вы можете поставить сюда чашечку кофе, бокал. Вы можете повернуть вот эту часть. Ставить сюда планшет. Сбоку есть он. USB. Можно подзаряжать. И все. Владелец бизнеса. Человек-успех. Едет в таком роскошном автомобиле. Кстати, даже коврики. Коврики. Вор здесь выше. Кожаная окантовка. Ну, ребята, это просто круто. Вот здесь еще смотрите. Оп. И у вас розетка. Круто. Подключили все, что захотели. Вот эту часть мы опять вот так складываем. И нажимаем уже вот на эту кнопку. Но недоработка. Мне ее приходится держать. Это так неудобно. Возможно, это сделано специально, чтобы никто ничего не прищемил. И вот она сама уже дальше закрывается. Но чтобы она убралась, мне необходимо удерживать все время эту кнопку. Это, к сожалению, неудобно. Но на этом чудеса не заканчиваются. Вот, кстати, здесь будет лучше видно. Вот такие металлические регулировки подлокотниками. Также здесь вы можете выбрать, каким стеклом, левым или правым, вы будете управлять. Отключить стереосистему. Выбрать, каким цветом, каким тоном будет подсвечиваться у вас подсветка в потолке. Ну, то есть, например, теплый, либо холодный цвет. Здесь удобная функция, когда вы выходите, автомобиль контролирует все, что происходит сзади. И если есть риск, что у вас может, не дай бог, сбить автомобиль, то здесь, ну, либо какой-то движущийся объект, здесь будет загораться индикатор. Стереосистема Meridian. Тоже все в коже. Я не просто так уделяю внимание, что все в коже, потому что это очень важно, это очень дорого. Это не какой-то там искусственный материал, это натуральная кожа. Ну и, знаете, что я вам сейчас покажу. Вот здесь, да, кстати, атаманка приподнята. Вот эту штуку называют часто атаманка. Здесь вот есть пепельница. Опускаем. Сюда вы можете тоже что-то вложить. Здесь вы можете сделать вот так. И туда тоже что-то спрятать. Вы видите, отодвигается часть и задвигается. Ну и самое уникальное, что эта функция бывает только в таком автомобиле. Бывает еще коротыш, там такого нет. Есть вот эта кнопка. И смотрите, что происходит, когда я на нее нажимаю. Все. А теперь я также нажимаю с этой стороны. Прошу посмотреть на меня. Все, дверь закрылась. Часы Zenit. Тоже крутое оформление. С такой же рифленой отделкой. Выглядит дорого, выглядит богато. И вот здесь еще можно что-то спрятать, положить. Класс. И вот так мы дотронулись. Оп. Графическую тему тоже наменять. Кому-то нравится светлая подсветка, кому-то темная. Лампочки, они тоже могут от прикосновения включаться, активироваться. Ну, то есть прям вот топ-топ-топ. И уникальная форма сидений с вот этой уникальной отделкой. Класс. Вот такой вот автомобиль. Ну что, ребят. Вот такой вот автомобиль. Я жду ваше мнение. Как вам? Очень дорого, очень богато. Но мы с вами автолюбители. Поэтому я уверен, что найдутся те, кто будет рад этому выпуску. Жду ваше мнение. Оставляйте комментарии. Пишите ваше мнение. И спасибо, что вы со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok